Здравствуйте, в эфире программа 13 этаж, меня зовут Ирина Ившина. Сегодня я хочу рассказать вам об удивительных людях, которые занимаются огромным общим делом – возрождением деревянных храмов Севера. Проект начался в 2006 году в деревне Варзагоры. На свои средства 75-летний Александр Слепинин начал перекрывать крышу местной колокольни. Узнав об этом, к пенсионеру присоединились прихожане московских храмов. За последующие 12 лет проект подхватило огромное количество людей. Было проведено более 320 экспедиций, обследовано 360 храмов и часовен. В 146 проведены противоаварийные и консервационные работы. В 19 храмах впервые за десятилетия с момента закрытия отслуженной литургии. У нас в гостях координатор проекта «Общее дело» Лидия Курицына. Лидия Сергеевна, здравствуйте. Давайте в нескольких словах о сути проекта и зачем вообще вам это все нужно. Проект наш занимается организацией экспедиции, добровольческих именно экспедиций на русский север. География нашего проекта – это проект Архангельская область, Вологодская область, Республика Карелия, Коми и Ленинградская области. Чем мы занимаемся? Мы проводим противоаварийные и консервационные работы в остро нуждающихся в этом храмах и часовнях. К примеру, именно в Архангельской области деревянных храмов и часовен 409. И по нашим подсчетам 43% из них находятся в аварийном состоянии сейчас. Что значит аварийное состояние? Это те храмы, у которых сейчас либо протечки у кровли, либо кровля уже рухнула. И чем мы занимаемся? Мы приезжаем сначала на разведку, в исследовании. У нас есть такой блок исследовательской экспедиции, когда ребята едут порой даже в очень труднодоступные места. Есть у нас такие примеры, когда мы приезжаем и в радиусе 40 километров вообще нет ничего. И вот удивительным образом в этой бывшей деревне сохранился храм или часовня. Разведка что включает в себя? Это замеры, фотофиксация. Мы общаемся с местными жителями, которые могут помочь встретить экспедицию и прочее. И уже на следующий год готовим трудовую экспедицию. Противорийные консервационные работы включают в себя установку кровли, это почти в 100% случаев, окна, крыльцо, покостровы и прочее. И вот таким образом лет на 20, может быть 25 мы продлеваем храму или часовню жизнь. И, конечно, оптимально, если храм или часовня дождутся реставрации, то есть полной переборки или какими-то другими методами. Но я так понимаю, что реставрационными работами вы тоже занимаетесь? Да, в редких случаях. В этом году у нас проект реставрационных работ в храме «Видение» во храм Пресвятой Богородицы в деревне Ворзагары, Онежского района, Архангельской области. Это совершенно потрясающий тройник, единственный сохранившийся именно на побережье Белого моря. Вот именно с этой деревни наш проект и начал свое существование. Там живут и до сих пор живы прекрасные чета, поморов, это Изабелла Ефимовна и Александра Порфирьевича Слепинины. Они 12 лет назад начали своими силами как-то пытаться восстановить вот этот вот сохранившийся тройник. То есть начали работу с колокольни. И туда приехала супруга нашего руководителя, она художница, художник Татьяна Юшманова, и она писала картину там. И совершенно чудесным образом она услышала, это были 2000-е годы, когда непривычно было, что в деревнях есть какое-то созидание, все уезжали из деревень, как в принципе сейчас происходит. И она услышала стук топора, подошла к колокольню, увидела дядю Сашу. Дядя Саша сказал, что здесь находиться небезопасно, иди вот к моей супруге, к Изабеллу Ефимовне, она тебя чаем напоит. Ну так, собственно говоря, матушка там и осталась. Потом приехал отец Алексей. И они подумали, почему бы, если вот здесь получается, если здесь есть такие потрясающие инициативные местные жители, и дальше дело пошло, действительно, там уже один храм отреставрирован, и сейчас мы приступили к следующему храму. Почему вот этот опыт не распространить на другие регионы, на другие деревни? Вот так как-то потихонечку, в течение 12 лет получается экспедиции организовывать, получается привлекать и молодых людей. И у нас, кстати, добровольцы разного совершенно возраста. Есть и пенсионеры, есть и семьи, которые ездят с детьми, и каждый находит, что делать, находит свое применение. Вы восстанавливаете, реставрируете, консервируете только деревянные храмы и часовни, правильно я понимаю? А как вы отбираете объекты? Мы заключили соглашение о сотрудничестве с инспекцией по охране памятников Архангельской области. И предварительно, когда мы едем в экспедиции, мы обязательно согласовываем те объекты, которые мы посещаем. Мы едем к храмам и часовням изначально в исследование, потом отправляем все наши данные руководителю инспекции. Она нам согласовывает дальнейшие наши работы. И потом мы уже понимаем, что мы можем сделать в следующий сезон. Либо противорийные работы на большом храме, либо мы берем несколько маленьких часовен и проводим в следующем сезоне на них работы, а уже последующие планы оставляем на следующий год. Вот таким образом у нас происходит отбор. И так и в Архангельской области, и по другим областям. То есть госинспекция не препятствует, зная о вашей работе, содействует? Да, содействует. И содействует, причем очень благодарны за это содействие, поскольку, например, очень сложно даже определиться с тем, куда отправить следующую экспедицию. И поскольку вам виднее здесь, куда нужно, где откликнутся местные жители, что немаловажно. Потому что мы же не для себя приезжаем и что-то делаем, а мы приезжаем именно в ту деревню, в которой живут местные жители, которые хотят, чтобы их памятник сохранился, чтобы они возродили этот храм. И самое, конечно, к чему и мы стремимся, и я думаю, что каждый поймет, что в храме должна быть богослужебная жизнь. И если мы завершили свою экспедицию, завершили работу, и тот храм или часовня обрела смотрителя в лице местного жителя, это оптимальный вариант, к чему мы стремимся. И потом, когда возобновляется богослужение, когда местные батюшки приезжают и проводят, в лучшем случае, конечно, литургии, но можно молебны и прочее. Если в каждом храме совершится хотя бы первая литургия за момент закрытия, это, конечно, будет отрогого стоить. Но, смотрите, чаще всего всё-таки речь идёт не о реставрации, а консервации. Не может быть такого, что вы законсервировали, а через 20 лет оно всё пришло в упадок. То есть кто-то после вас подхватывает? Вот мы про это думали, да, и как раз по поводу 20 лет, нам пока ещё 12 лет, вот нет такого, что мы законсервировали, и уже что-то там пришло в упадок. Обычно, на самом деле, случаются, почти в каждом храме и часовне случаются какие-то чудесные истории. Появляются либо местные жители, да, либо даже, ну вот, сейчас надо как-нибудь вспомнить. Вот, например, в прошлом году мы работали на памятнике федерального значения в совершенно потрясающем храме, храм Владимирской иконы Божьей Матери в Онежском районе 1745 года. Там он очень высокий, красивый, потрясающая местность, но деревня, как обычно, да, стандартно не жилая. Местные жители есть вот в соседнем городе Вонеге. И когда мы туда приехали, там были экспедиции, такая долгосрочная была у нас работа, в течение двух месяцев, и каждую неделю приезжали сменные составы экспедиции и проводили там работы. Храм огромный, 45 метров вместе с крестом. Когда работы все были проведены, были закрыты купола, и мы поняли, что можно уже пригласить священника. Туда приехал епископ Кракопольский Мепельсецкий Александр, и впервые с момента закрытия была отслужена божественная литургия, вот впервые за 90 лет. И на эту службу собралось более 200 человек, вот это удивительно. Причем в абсолютно нежилую деревню, и когда вот к берегу плыли по Онеге лодки и выгружались люди, это было настолько удивительно тепло. И вот в этот момент ты понимаешь, что это вот не просто так, не просто так ты приезжаешь. У нас добровольцы не только из Москвы, но и из разных городов. Из Самары, из Питера очень много, из Нижнего Новгорода. И вот такая прекрасная, какая-то интересная история, что все хотят уехать куда-то подальше и сделать то, что, может быть, будет невидимо. Это не ради каких-то достижений, успехов, а вот как-то действительно во славу Божию. И вот эти моменты как раз доказывают то, что это не просто так. Я хотела задать вопрос, зачем вам вообще это нужно, но вы на него, собственно, уже ответили. Но вот вы говорите, волонтеры из разных городов, а ведь наверняка среди них есть и непрофессионалы. То есть вообще как стать вашим волонтером, и кто вообще эти люди? Люди совершенно разные, и на самом деле там 80% непрофессионалов. Как вообще у нас построена работа проекта, работа экспедиции именно? Конечно. Сначала мы съездили на исследование, да, как я уже сказала. Потом у нас в течение года, нам согласовали объекты, и в течение года мы готовим проекты противорийных и консервационных работ. У нас в проекте есть два штатных архитектора, которые делают проекты противорийных и консервационных работ. Далее, естественно, мы эти проекты согласовываем, а летом уже отправляются трудовые экспедиции для, собственно, проведения этих работ. Каждая экспедиция работает под руководством профессионала, это плотники-реставраторы. А задача именно добровольцев, в команде у нас обычно по 10-12 человек, и экспедиция длится неделю, ну максимум две недели, потому что у всех отпуск в неделю, и, собственно говоря, надо в этот срок успеть. Нагрузка на волонтерах большая. Если говорить о женщинах, то, естественно, это кухня, это лагерь, это общение с местными жителями, это подготовка храма к служениям и прочее, прочее. И по нашей статистике, кстати говоря, более половины всех добровольцев – это девушки. Удивительно. А мужчины занимаются чем? У нас храмы, в которых мы работаем, в большинстве своем труднодоступные. И чтобы туда добраться, и тем более довести туда строительный материал, это очень трудозатратно. И экспедиции добровольцев берут на себя как раз-таки вот этот груз ответственности. Они едут, доставляют до храма материалы, подготавливают, в общем-то, все работы, а потом уже плотники и реставраторы приезжают, и вот в течение этой недели они работают и руководят процессом. А добровольцы, они занимаются всеми делами, которые, как сказать, подручные, на что очень много времени тратится. И вот в этот срок короткий ни один бы плотник не справился с этим объемом задач, которые требуются. А кто оплачивает? Питание, проезд, добровольцы? Да, я поняла. Питание, проезд каждый добровольец оплачивает за себя сам. На строительные материалы мы ищем средства в течение года. То есть мы изыскиваем всякие способы, но в основном, конечно, это частные пожертвования. На каждый храм мы делаем либо отдельную страничку в ВКонтакте, в соцсетях, в Фейсбуке и отправляем туда смету и говорим о том, что вот, например, такой-то храм, такая-то часовня нуждается в таких-то средствах. И на самом деле, может быть, даже как-то удивительно, на противорейные консервационные работы не требуется таких баснословных денег. Например, среднестатистическая часовня, чтобы перекрыть кровлю, у нас уходит около 150-170 тысяч. Это даже учитывая то, что... Материалы нужно доставить, места труда доступные. Да, да. И это такое, ну, грубо говоря, 150 тысяч рублей, и мы знаем о том, что 25 лет часовня простоит. Ну, вот буквально последний вопрос. Как стать добровольцем? Добровольцем нашим стать очень просто. Нам нужно на сайте общейдело.ру заполнить анкету, выбрать экспедицию, которая удобна. А в течение лета у нас экспедиции отправляются каждую неделю по 2 и по 3. И мы обязательно свяжемся с вами. Спасибо большое, Лидия Сергеевна. Искренне желаю, чтобы все получилось. Я напоминаю нашим зрителям, у нас в гостях была координатор проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». До встречи на 13 этаже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok